приветствую всех своих подписчиков а также случайных зрителей сегодняшнем видео я бы хотел порассуждать на тему которая будет близка многим но для кого-то некоторые пункты данного видео возможно станут открытием речь пойдет о интернет-браузерах ими пользуются абсолютно все но мало кто знает их историю их проблемы и возможные будущие перспективы именно об этом я бы и хотел поговорить в данном видео первые интернет-браузеры появились для упрощения жизни пользователей они являлись своего рода юзабельным исполняемым интерфейсом с графической оболочкой которые были нужны для того чтобы просматривать информацию непосредственно онлайн без загрузки ее на свой пк с удаленного устройства но функционал был крайне ограничен они могли выводить только тексты все было максимально серое и не красочно со временем браузеры усложнялись них появилась возможность создавать разметку страниц при помощи html делать стиле и оформления при помощи каскадных таблиц стиле css позже браузеры стали поддерживать более сложные движки сайтов и серверов такие как ngx php и javascript анимации при помощи технологии flash и так далее это дало пользователям гораздо больше функционал а вебмастерам позволило создавать все более продвинутый и красивый сайт целью которых был уже не только показ серой текстовой информации отчасти развитию браузеров способствовал конкуренции например поглотивший весь рынок интернет-эксплойер заставил разработчиков создавать ему более удобные и защищенные альтернативы кстати защищенность современные браузеры хоть и является довольно технологическим развитием но все равно имеют массу уязвимостей некоторые сайты могут запускать на стороне вашего пока вредоносный код например будет майнить криптовалюту на мощностях вашего компьютера или похищать ваши пароли и данные карты и криптовалютных кошельков отчасти это способствует закрыта инфраструктура и разработка браузер их создатели не публикуют исходные коды что не позволяет сторонним специалистам проводить аудит и выявлять уязвимость посмотрите например на криптовалюты и блокчейн платформ почти у всех у них имеется открытый исходный код и это делает блокчейн одной из самых надежных и защищенных технологий в мире не без помощи мощного шифрования и децентрализации но самая большая проблема современных браузерах никак не связано с кодом вирусами хакерами и программистами она связана с экономикой вы например задумывались почему почти все браузеры бесплатно для конечного пользователя на чем зарабатывают их создатели а ответ тут прост зарабатывают они на продаже ваших данных ваша личная информация посещаемые ваши сайты ваши интересы все это продается для показа вам таргетированный нацелены именно на вас рекламу и бизнес этот имеет миллиардные обороты при этом браузеры не предлагает пользователю никакой компенсации за это в конце видео я хочу рассказать вам об одном крайне интересном и футуристичном проекте браузере netbox особенностью данного браузера является то что вся его архитектура децентрализована исходный код открыт а разработчики в обязательном порядке советуются с пользователями о дальнейшем развитии продукта путем голосования на блокчейне открытость исходного кода подразумевает возможность любого стороннего специалиста провести аудит кода и выявить в нем уязвимости различные бэкдоры а также наличие механизмов слежки за пользователем без их ведом и кстати да блокчейн у данного проекта собственной разработки а не какой-нибудь эфириум что подразумевает высокую масштабируемость высокую скорость работы и возможность участвовать в поддержке сети посредством пост майнинга помимо браузера у netbox имеется также несколько других сервисов еще множество будет запущено в течение 2020 года это и сервис голосования на блокчейне и платежная система с пластиковыми картами видео хостинг и облачный диск на блокчейне и многое многое другое вся эта экосистема питается внутренней криптовалютой mbx который можно купить на бирже или уже сейчас заработать просто используя браузер netbox если вас заинтересовал данный браузер в описании к видео вы найдете все ссылки всем спасибо за внимание и всем пока